Продолжение следует... ...но и более сложное с точки зрения технического и информационного наполнения. Как раз будет показано измерение различного рода полей и очень несколько странных феноменов, которые возникли в результате определенных воздействий на сам дольмен. Но это вы все посмотрите уже самостоятельно, перейдя по ссылке в описании. Надо отметить, что мы на дольменах бывали несколько раз, проводили тоже свои измерения, исследования. И несколько раз сталкивались с очень необычными эффектами. Например, на дольменах в группе Возрождения мы наблюдали очень странное явление, когда радиационный фон внутри дольменов равнялся нулю. Кстати, вот в сюжете, который снял Алексей Бяков, здесь все будет наоборот, но вы это увидите. На некоторых дольменах у нас очень странно вел себя магнитный компас. То есть стрелка не просто отклонялась от естественного положения север-юг, а вела себя, ну, мягко говоря, крайне странно. На некоторых дольменах у нас возникали очень интересные эффекты, связанные со звуком. То есть мы брали с собой вот эти вот тибетские чаши, которые, если по краюшку поводить специальной палочкой, начинают издавать очень приятный вибрирующий звук. Так вот, на некоторых дольменах у нас, как мы это сказали, дольмены начинали отзываться, откликаться. То есть возникало гудение. А после работы на дольмене Волконский и еще одном, у нас с нашим оператором возникли, ну, назовем это так, странные видения. Об этом рассказывал уже в одном из своих сюжетов. Ссылочку тоже дам в описании. И становится, наверное, теперь понятно, что же могло с нами произойти. Потому что исследования Алексея Бякова показывают, что собственная частота дольменов составляет от 5 до 15 Гц. А этот диапазон попадает примерно как раз в те диапазоны работы головного мозга. Это альфа, бета и тетаритмы. И вполне возможно, но это пока, естественно, гипотеза, которую нужно и проверять, и изучать, и исследовать, дольмены могут каким-то образом влиять на сознание человека. Сейчас я покажу вам несколько отрывчиков из наших экспедиций, где как раз мы проводим замеры, исследования и различного рода эксперименты. Ну, а еще раз напоминаю, что в описании вы найдете ссылку на вторую часть сюжета Алексея Бякова об инструментальном исследовании дольмена «Крылатый». Итак, вперед! «Крылатый» Внутри она вибрирует больше. Попробуй еще раз. Жалко, жены немножечко нет. Здесь находятся три дольмена, достаточно известные, которые часто посещаются туристами. И несколько интересных технологий, которые мы можем сразу наблюдать. Первая технология строительства дольменов – это, как мы предполагаем, вырубание компонентов из горной породы, что хорошо видно. Еще одна непонятная технология, которая очень похожа на блоки, которые можно наблюдать в комплексе Мачо-Пикчо – это каменные прямоугольные структуры с непонятными выступами, которые могли использовать либо для того, чтобы скреплять камень, то есть паз в паз ставить, либо для каких-то неизвестных нам других целей. Еще одна интересная технология, которую мы пронируем и изучить, и посмотреть на других дольминов – это, как мы предполагаем, штамповка вот таких вот обрамлений, таких вот непонятных формаций по мягкому и размягченному камню. Внутри этого дольмена тоже находится очень интересная окантовка, вот такая желунообразная. Очень похоже, что ее не вырубали, потому что не видно ни следов зубил, ни каких-либо других инструментов, но создается впечатление, что орнамент делали именно по мягкому камню. Как-то так, вибрации настраивать можно. Вот мы наблюдаем блок со слезами технологической обработки, то есть вот пропилы, пропилы каким-то инструментом, то есть это не трещина, совершенно параллельно идет фаска. Оба блока, как бы они были соединены, технологические вот площадка, здесь промин, как будто по мягкому материалу сделался вот выборка такая. Ну, возможно, здесь и долотом взбивали, ну, для чего вот этот вот промин сделался, понятно. Так, вот мы находимся на разобранном, или взорванном, скорее всего, удальмене. Коллеги покажут, покажи, вот здесь вот блок собрали, и вот с отверстием. Вот, то есть, отверстие. 34 сантиметра. А, плюс-минус, конечно, нецельный блок, был разорван, скорее всего. Это самое, прокомментируйте размер. Какой размер, Игорь? 31,4. 31,4, стандартная. Что у нас с компасом? Ориентация по старому северу. Как раз смещение ровно вот настолько. Мы тут заели, зверь. Что показывает? Он пока вообще ничего не показывает. Вот, что-то там вставлялось, смотри. Да, базар, в них не было ничего. Для крепления. Ну, внутри прям видно, что что-то вставлялось. Один из немногих сохранившихся полумолитных дольменов с крышкой. Опять видим следы какой-то непонятной пластилиновой технологии. Дольмен явно не высекали, а как будто бы лепили из глины. Особенно это хорошо заметно по краям. Как будто каким-то жидким материалом этот дольмен облепили с краев и получили вот такую странную форму. Ну, давай посмотрим, погладим. А тут можно показать. Вот как раз. А вот тут, кстати, как раз следы смешанной технологии. Вот здесь, походу, все-таки его подтачивали или поддалбливали. Но только непонятно, в какое время это делали. А вот здесь, в нижней части, такое впечатление, что просто какой-то или глина, или, может быть, это была какая-то смесь особая. Дольмен просто как формировали, лепили, как из куска пластилина, который потом застыл. Такое ощущение, что вот это отверстие, как от трубочки, которые вставили в жидкий камень, и дунули. Он так надулся, лопнулся кверху, и застыло все. Вот особенно хорошо видно. Смотри, как плыло здесь все. Да, вот очень хорошо тут, да, заметно. Ну, тоже непонятная информация, то есть, явно какой-то жидкий материал просто тек. А что это за материал? Ну, скорее всего, это песчаник, но почему вот он такую форму приобрел, и из-за чего он был такой пластичный, это, конечно, непонятно. Здесь вот тоже присутствуют следы пластичности, следы потеков. Вот они, как раз хорошо видны на камне. Ну, и сам дольмен, действительно, он слеплен, как будто просто какой-то великан взял кусок глины, как на гончарном кругу, слепил вот эту форму, а потом дал ей застыть. Где-то увидел. Вот они, да, тоже вот они. Какие-то непонятные отверстия технологические странные, непонятно для чего. Причем достаточно глубокие. И толщина стенок по всему периметру дольмена одинаковая. И толщина стенок по периметру всему дольмена одинаковая абсолютно. И опять же, интересно, камера внутренняя, она скруглена. Дно, оно как будто слегка полукруглое. И очень хорошо выглажены сочленения граней. Все-все круглое. Нет ни одного острого угла, вообще нет. То есть он такой мягко перетекающий. Везде плавные скругления. Углов острых нет. Даже у входа дольмена, вот у входа во внутреннюю камеру, сделано такое небольшое выравнивание, которое не создает опять же острого угла. Продолжение следует...